Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о самых интересных трансферах, состоявшихся в России за последнее время. И мы, конечно, сосредоточимся на Александре Кокорине, который был, наконец-то, официально подтвержден в качестве новобранца Фиорентины. Ну и вот, после всего этого, мне стало интересно, что же пишут итальянские фанаты на данную тему после официального объявления сделки. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Ну и, кстати, хотелось бы напомнить вам, что у меня есть еще один канал, который посвящен кино и сериалам. Ссылочка будет в описании. Здесь я разбираю последние киноновинки, а также популярные сериалы. Вот, например, сейчас я готовлю разбор последнего сезона сериала «Викинги». Так что, если вам интересны новые свеженькие фильмы, а также разборы сериалов, «Игра престолов», «Викинги» и так далее, проходите по ссылке в описании на мой второй канал. Валентино Далибови написал «Хотелось бы надеяться, что Кокоин во Флоренции станет хорошим парнем. Хочу верить, что во Флоренции у него все получится». Ну, мы, как соотечественники Кокоина, тоже пожелаем ему удачи. И хотелось бы отметить, что надежда на то, что он станет хорошим парнем, она достаточно наивна. Я не думаю, что в таком возрасте человек может как-то радикально поменяться. Ну и хотелось бы отметить для справедливости, что в том числе и плохие парни периодически неплохо играют в футбол. Один из подобных примеров – это футболист Фиорентины Франко Рибери, который когда-то претендовал на золотой мяч. Поэтому всякое бывает, и всякие люди показывают качественную игру. Никола Факандини написал «Вместо того, чтобы фотографироваться со всеми подряд, лучше бы пошел тренироваться и набирать форму». Но это намек на то, что в России сейчас перерыв, и, конечно, Кокоину нужно набирать кондиции. И, с другой стороны, то, что он сейчас много фотографируется, это объяснимо, его, так скажем, официально представляют как нового футболиста Фиорентины. Альфонсо Броки написал «Считаю, что немножко доверия ему нужно все-таки предоставить. Не надо раньше времени его критиковать». Но если Кокоину дадут шанс себя показать, то, возможно, возможно, он и покажет приличный футбол. Хотя на данный момент в основном, конечно, все скептически настроены по отношению к Александру. Франческо Гальгёри «Вперед, Коко! Играй так же круто, как Кока!» Ну, Коко, то есть сокращенно, вот Кокоина, ну и играть так же круто, как Кока, наверное, это непостижимая задача для Кокоина. Вильмара Розетти «Кокоин хорош только в пьянках и скандалах». Но такое мнение присутствует, и оно не лишено определенного смысла. Мирку Милану «Вперед, Кокоито!» На что Дарфид Чифала написал «Коко-гол!» Ну вот новые клички для Кокоина. «Коко-рито!» и «Коко-гол!» Джузеппе Пенруч написал «Что это такое? Неужели он настолько хорош, что может усилить нашу команду?» Ну, вполне себе резонный вопрос, и, на мой взгляд, вряд ли Кокоин реально усилит Феррентину. Но посмотрим. Марко Ромак. Надеюсь, он оставил свой пистолет в России. Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. Ну, это намек на фотографию с пистолетом, которая была у Кокоина со свадьбы Чочиева. Марко Анчелотти. Ну, почти одна фамилия с легендарного тренера. Товарищ Горбачев. До свидания. Ну, это, очевидно, единственные слова на русском, которые он знает. Но это что-то в стиле матрешка, балалайка и все остальное. Ну, вы знаете, эти русские. Водка матрешка, балалайка. Эй, эй, эй. Матео Монако. Ох, я полностью против этой покупки. По-моему, это большая ошибка. Ну, и Мауро Фильери написал. Даже жаль Кокоина. Помнится, когда приезжал Гомес, его встречали тысячи человек на стадионе, а тут никого. Ну, там действительно были полные трибуны, но все-таки Гомес – это звезда европейского уровня, а сейчас в Италии как-никак карантин. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.